Поехали. Два слова про этот текст, перед тем как мы начнем его читать. Эта книга называется «Мама Рим» статьи Рава Кука. Это сборник его статей, опубликованных в различных СМИ 120 с чем-то лет назад, в основном в 1905-1906 год и дальше. Кто-то собрал эти все статьи и сделал из них сборник, и Равшерки одно время проводил уроки по этим статьям, и поэтому, когда я искал, по чему сделать урок, я подумал, у нас есть статьи, которые в принципе более понятны, чем какие-то другие произведения Рава Кука, потому что они изначально ориентированы на публику, которая, как говорится, далека от этого всего. Второе, что есть комментарии Равшерки, которые, вообще говоря, позволяют понять, о чем идет речь. Значит, у Равшерки был формат 10 минут по часам каждое утро. Вот из этих 10 минут по часам собрались эти уроки, они есть на сайте Равшерки. Я, значит, перевел, так сказать, первых два урока, не знаю, сколько мы успеем, и, значит, потихонечку мы будем двигаться. Так, статья называется «Путь возрождения». Я не думаю, что имеет смысл, как говорится, читать все подряд, потому что текст на русском есть, но некоторое введение я хотел бы сделать. Поскольку мы все живем в Израиле и наблюдаем то, что происходит вокруг, читаем новости, естественным образом мы задаем себе вопрос, чем это закончится. Если честно, то простого ответа нет, потому что война с Хамасом идет по каким-то непонятным правилам. Арабы в Израиле ведут себя тоже каким-то непонятным образом. Полиция ведет себя тоже непонятным образом. Иран и Фейсбалла ведут себя как раз очень понятным образом, не скрывая своих намерений уничтожить еврейское государство. Америка ведет себя известным образом. Я почему-то подумал, что это все имеет непосредственно отношение к той теме, которой здесь занимается Равкук. Фактически он здесь обсуждает понятие настоящей духовности против фальшивой духовности. Не секрет, что Равкук считает иудаизм времен пророков здоровым иудаизмом, настоящей духовностью, пророческой духовностью. А христианство он называет фактически антиподом иудаизма. И в продолжение статьи, в тех отрывках, которые сегодня мы не дойдем до этого, но в продолжение статьи там есть очень четкое отношение к христианству и к тому, что оно собой представляет. И он не называет это идолопоклонство, ни в коем случае. Он говорит, что Иисус был человеком очень духовного уровня, высокой духовности, больше того он говорит. В чем тогда проблема? Проблема я бы назвал, знаете, как вот эти новости, когда ракета на Байконуре или где-то еще взрывается через 20 секунд после старта. Но выясняется, что в каком-то уравнении была ошибка там, так сказать, десятая точка после запятой. То есть какая-то маленькая ошибка в уравнениях, в программе, в результате все взрывается. На мой взгляд, когда Равкук говорит о христианстве, прежде всего его интересует христианство, как оно проникло в иудаизм, поскольку, так сказать, большинство евреев диаспоры, ашкеназской диаспоры жили в христианских странах, и Равкук видит, как христианская мораль проникла в иудаизм, и в этом он видит одну из основных проблем. Еще раз говорю, проблема христианства, как ее представляет Равкук, по крайней мере, как я это читаю, это не то, что это там идол поклонства или еще что-то, он говорит, это ошибка где-то в десятом знаке после запятой. И в результате все взрывается. И это то, что мы сегодня, к сожалению, наблюдаем. То есть вот классическая христианская мораль, которая стоит в основе своей современной цивилизации, которая говорит, негры, их угнетают, им надо помогать. А рабы, они меньшинство, им надо помогать. Вот иудаизм здесь говорит совершенно четко, что им не надо помогать. А христианство говорит, что им надо помогать, поскольку все мы до мозга костей проникнуты этой христианской моралью, жалеть слабых. Даже тогда, когда их не надо жалеть, сегодня мы видим, что, к сожалению, это угрожает самому существованию нашего государства, существованию Европы и, на самом деле, существованию Америки. А ошибка, как я уже сказал, в 10-м знаке после запятой. Это, как говорится, мое введение к этой статье. Значит, обычным шрифтом здесь набран текст Равшерки. Жирным шрифтом это текст оригинальной статьи Рава Кука. Но мы потихонечку будем читать. Мы занимаемся здесь вопросом, как духовное воздействие передается из поколения в поколение. Оно проходит по двум основным путям. Или посредством учебы ученик от учителя. Или посредством, значит, что делает ученик? Он учится. Учеба представляет действия разума и интеллекта. В ней есть даже некоторая холодность и так далее. И есть второй путь – духовное воздействие. То есть, первый путь – понятие. Ученик сидит и учится. Второй путь – это, так сказать, больше хасидут, над которым принято смеяться. Хасидут – это, так сказать, человек, хасид, не столько учится у своего ребе, как получает от него, ну, я перевел, духовное воздействие. Получает от него какую-то энергетику, какую-то психическую энергию. Как Рав Кук это называет здесь. И, так сказать, дальше идет обсуждение, какой путь на самом деле важнее. Какие эпохи, так сказать, что было. Но, забегая вперед, можно сказать, что Рав Кук считает, что вся эпоха пророков, то есть, от момента скандарования Торы до разрушения первого храма, пророк или судья, он был, больше всего он был похож на хасидского ребя. То есть, передавалась именно духовная энергетика. То есть, такие люди, как Моше, или как Йошуа, или как Шмуэль, они были людьми, способными, кажется, концентрировать духовную энергию. Они подсоединялись к этим энергетическим источникам, и они способны были транслировать эту энергию на весь народ. И поэтому, так сказать, до разрушения первого храма, как бы все было хорошо. То есть, это народ получал ту долю энергии, которую он должен получить, и, как говорится, народ был здоров духовно, морально. Когда разрушился первый храм, то что-то в этой системе сломалось, и, как говорится, остался только первый путь, как учитель-ученик, то есть, своего рода формальная передача информации, и народ заболел. И, как говорится, к моменту разрушения второго храма и созданию христианства осталась в основном вот эта вот вторая, так сказать, ну, здесь она первая, осталась, так сказать, первая система, то есть, передача от ученика к учителю. И Равкук видит путь возрождения еврейства на земле Израиля. Это именно, как говорится, возвращение, реставрация этой духовной традиции, которая не просто идет за буквы, а которая позволяет привлечь ту духовную энергию, которая, по убеждению Равкука, есть в сути иудаизма. То есть, проблема иудаизма совсем не в том, что недостаточно соблюдают заповеди, или кто-то, так сказать, перестал верить в Бога, или что-то в этом духе. Проблема иудаизма в том, что эта система, этот насос перестал качать энергию. До такой степени, что само представление о том, что иудаизм в сущности – это насос, качающий энергию, оно, так сказать, почти что стало недоступным большинству людей. Окей? Это как бы общая идея. Ну, пошли, как говорится, по деталям. Сущность духовного переживания невозможно постичь с помощью поиска или исследования. То есть, как человек может прийти к духовности? Начинает читать книги, правильно? Книги, которые доказывают, почему надо соблюдать митцвес. Книги, которые доказывают, почему, так сказать, что Бог существует, или что мир создан за семь дней, и так далее, и так далее, и так далее. Говорит Равкук, нет. Все эти вещи, они вообще не имеют никакого отношения к духовности. Вообще, с помощью исследования невозможно, так сказать, проникнуть в духовное переживание, в энергетику духовности. В скобках от комментариев Равшерки. Дух не начинается от исследования. Как он пишет в Орот, философия идет за движением жизни. Философия не изобретает жизненные движения, а исследует их. Философия идет за жизнью. Знания, интеллектуальный поиск, философия обозначают лишь внешние признаки жизни. То есть, разум, в принципе, реагирует на какие-то внешние признаки, но это не имеет никакого отношения к духовному опыту. Ну, так сказать, поскольку у вас есть этот текст, вы можете его потом прочитать. Даже тогда, когда они, философы, занимаются глубиной жизни, они видят только тень жизни, но не ее содержание. То есть, еще раз, значит, что философия исследует духовность внешним образом. Я всегда говорю, что если бы нам, как говорится, 30 или сколько-то лет назад это сказали, может быть, мы бы не тратили столько сил, чтобы доказать, что Бог есть, чтобы доказать, что религия нужна и так далее. Говорит, это все не имеет никакого отношения к религии. Это все какие-то внешние вещи. Вся мощь логических доказательств только, чтобы проложить путь для духа. Предвлизиться с их помощью к коридору, к ощущению духовной реальности. То есть, он говорит, есть какая-то духовная реальность, которая абсолютно неформализуема, которая скорее это как кишеронка, как какая-то способность, например, как человек, который имеет музыкальные наклонности. Если развивать его музыкальный слух, учить его играть на каких-то инструментах, то из него получится музыкант. Он говорит, то же самое в духовности. Есть люди, у которых есть чувствительность к этой духовной реальности. И если развивать их духовную чувствительность, то они действительно могут приблизиться, подняться по ступеням постижения этой духовной реальности. При этом, так сказать, книги вообще не имеют к этому отношения непосредственного. Окей? Но все время, пока человек погружен в собственные узкие эмоции и границы, он не может познать и почувствовать духовное переживание. То есть, человек погружен в себя. Даже если у него есть какое-то переживание, он пришел в синагогу, он чувствует какую-то, так сказать, я знаю, какую-то эйфорию, какой-то, может быть, экстазы и так далее. Это еще не духовность. Духовность – это что-то другое. А что такое духовность? Нет определения духовности. Он может только объяснить, что такое недуховность. И из этого понять, может быть, о чем идет речь. Я пропускаю комментарии Шерки, вы можете потом почитать. И только слабые тени он увидит с их помощью. То есть, пока человек ориентируется на свой разум и на свои эмоции, он не видит настоящей духовности, он видит тень духовности. Если он станет относиться к теням, к истинной реальности, эти тени станут его тяжелой ножей. Это очень такой сильный абзац. То есть, когда человек относится к теням, как мы сказали, тени – это как бы разум и эмоции. Что это и есть религия. То есть, если он думает, что эти тексты и есть религия, если он думает, что эти заповеди, которые он должен исполнять, это и есть иудаизм, станет ему тяжелой ножей. То есть, когда человек начинает формально исполнять заповеди Торы, при этом не чувствуя никакой реальности духовной, это становится ему тяжелой ножей. Мало того, ослабляющий его как духовно, так и физически. То есть, человек приходит к религии, он хочет, как мы говорим, а сама ишит, он хочет стать сильнее. Физически, духовно, морально. В результате он видит, что религия не только не продвигает его вперед, но ослабляет его и духовно, и физически. И тогда он хочет убежать. Пока он не захочет убежать от них, как от чего-то вредного. То есть, Ракург, естественно, полемизирует со своим поколением, пытается как-то объяснить, почему так много евреев ушли из иудаизма. И он объясняет, потому что, как только это перестало сопровождаться каким-то духовным переживанием, то есть, как только эти заповеди перестали притягивать какую-то реальную духовную энергию, они стали ношей, и человек уходит, потому что это мешает ему жить. Вопрос, что с этим делать? Насколько бы человек не убегал от тени, тень преследует его. То есть, парадоксальным образом, человек, который исполняет заповеди, и эти заповеди, они, своего рода, они мертвы. У них нет настоящей духовности. И он пытается от них убежать. И не может. Получается, что даже в этих мертвых заповедях есть какое-то достоинство. Какая эта тень преследует его? Этот мертвый иудаизм, который, так сказать, он не может от него убежать, он хочет от него убежать, но не может, он рано или поздно пробудет в нем какую-то настоящую духовность. То есть, именно эта боль, это ощущение, что я соблюдаю митцвод, но не ощущаю вообще никакой духовности, это может быть то, что пробуждает, в конечном счете, настоящую духовность. И только одно средство есть, чтобы избавиться от нее, это добавить света. Многочеловек чувствует, как эта тень давит, как это мертвое соблюдение давит его. И может быть только одно, что можно с этим сделать, добавить света. Интересно, что когда я начинал соблюдать митцвод, было 38 лет назад, моя мама была жутко против, мама была из религиозной семьи. И ее любимое слово в отношении моего соблюдения было слово «мертвичина». Она говорит, что все мертвое. То есть, она говорит, я видела у себя дома настоящий живой иудаизм. Вот что говорила моя мама. А тот иудаизм, который вы из себя изображаете, он на самом деле мертвый. А я не понимал, о чем речь. Ну как, я делаю все, что написано. Кашрут, я делаю шаббат, я делаю еще что-то. Что значит мертвый, что значит живой? Оказывается, есть такая вещь. То есть, есть мертвый иудаизм, есть живой иудаизм. В чем разница? Словами выразить невозможно. Но у человека есть ощущение, что то, что он делает, это внутренне мертвое. И это заставляет его искать, 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 копать глубже. Наш проротец Ицхак, как известно, занимался тем, что копал колодцы. Копать колодцы – это копать в глубине своей души, искать какой-то духовный источник, который можно найти только в одном месте в глубине своей души, пока он не начнет бить ключом. пока нет. Это путь, к сожалению, очень многих людей, которые идут к религии, как иудаизму, так и христианству, наверное. Там нету жизни, там нету радости. Добавление света невозможно иначе, как посредством подъема в сущность духовного переживания. То есть, как добавить свет? Мы сказали, тьма – это плохо, свет – это хорошо. Как добавить свет? Он говорит, окунуться туда, окунуться в океан света. Ну, как окунуться в океан света, если человек даже не знает, как это назвать, не знает, как это объяснить? Он говорит, нет у человека никакого психического средства, кроме глубины возвышенности чувства божественной веры. Он говорит, есть какое-то, словно говоря, шестое чувство, которое называется религия, религиозное переживание. Как раз сегодня я видел одну статью на эту тему, что в 20 веке, так сказать, христианские ученые, кстати, тоже начали говорить о том, что есть такое что-то, что называется религиозным переживанием, и это совершенно отличное от эмоционального переживания. Он говорит, это особое чувство, так же, как зрение не может заменить слух, а слух не может заменить зрение или обоняние, так религиозное чувство, оно вообще ничем как говорится, ничем не заменимо. То есть, либо оно есть, как вот я слышу, что оно у них есть, либо его нет. Если у человека этого нет, ему невозможно никаким образом объяснить, о чем идет речь. И поэтому Бог существует для тех, для кого Он существует. но нет у человека никакого психического средства, кроме глубины возвышенности божественной веры. То есть, тем не менее, это место может каким-то образом пробудиться, место, которое называется религиозное переживание, и тогда человек возвращается к жизни. Тогда человек вдруг начинает жить. Как это происходит? Большинство из нас, наверное, это какие-то моменты. Праведники отличаются тем, что их, как написано, жизнь праведника это вера и любовь и трепет. То есть, их вся жизнь это вера и любовь и трепет. А у нас, так сказать, иногда какие-то возвышенные моменты. Мы можем подняться к какому-то подобию религиозного переживания. Но мне кажется, что есть еще одно объяснение. Есть такая история про Раф Фруммана. Был такой Раф Фрумман в ТКО. Очень оригинальная личность. И его сын, он время от времени пишет в Фейсбуке, и тоже вышли его книги, его сын говорит, что я одно время вел какой-то круг для как сказать Хозримбитшува для людей, которые интересуются иудаизмом. И в этом кругу была одна девушка, которой все очень нравилось, было все очень интересно, задавал кучу умных вопросов, но при этом говорил, а я в Бога не верю. Как бы не понять, с одной стороны она вроде бы все учит, а с другой стороны она ни во что не верит. И этот вот Фрумман младший как-то значит застерял с ней дискуссию и начал пытаться ее убедить, что она на самом деле верит в Бога. Как он это сделал? Говорит, ну, а во что ты веришь? Я верю в добро, а я верю в справедливость, а я верю в любовь. Как ответила эта девушка? Ну, ответил ей лектор, ну, если ты веришь в добро и справедливость и в любовь, это значит, что ты веришь в Бога. Прекрасный ответ, правда? Рассказывает дальше, что он пришел домой, рассказал своему папе про этот диалог. А папа сказал, а вот зря ты задел этот разговор. Почему? Потому что, может быть, ее вера, она глубже и сильнее, чем твоя. спрадоксальным образом, вера атеиста, который верит в добро и справедливость, может быть, гораздо глубже, чем вера, описанная в религиозных терминах. Что происходит, когда нам как бы навязывают религиозную терминологию для своего религиозного ощущения, то это не только не пробуждает нашу веру, а наоборот ее гасит, потому что вера, она индивидуальна. И у одного вера это любовь, у другого вера это помощь ближнему, у третьего вера это порядочность. И это его личное название для Бога, который внутри его души. Но когда приходят умные люди и начинают объяснить, что на самом деле ты веришь в Бога, происходит квантовый эффект. То есть тот момент, когда это назвали, это перестало существовать. Тот момент, когда мне сказали, что я верю в Бога, я уже не верю в Бога. Тот момент, что мне объяснили, что моя совесть это и есть Бог, у меня уже нет совести. То есть если бы вера была чем-то внешним, то тогда да, тогда надо было объяснять, тогда надо было учить вере. Но поскольку вера это самая глубокая ступень подсознательного, если выражаться языком Хаврицова и Гейнсбурга, то любая попытка объяснить, она на самом деле это убивает. Равкук, что хочет Равкук? Равкук хочет восстановить это непосредственное, естественное, религиозное переживание, которое было доступно нашим далеким предкам. Я думаю, что он это написал раньше, Юнг начал писать о том же самом. Возможно, что это просто было в воздухе. Он говорит, что примитивный, первобытный человек, он был связан с природой. И эта связь с природой, она также означает, так сказать, естественное религиозное чувство, которое Равкук называет чувством любви. Это чувство любви может пойти как в сторону язычества, так и в сторону монотеизма. Но так или иначе, ее основой является природное чувство, которое, наверное, чем-то похоже на как бы это сказать помягче. Ну, поскольку, так сказать, пророки постоянно сравнивают религиозное чувство с отношением мужчины и женщины и, как говорится, широ-широ им песни, песни, да, это, так сказать, мошаль, пример на отношение всевышнего еврейского народа, ну, наверное, надо предположить, что это что-то очень похоже. То есть, мы можем сказать, что так же, как физическое чувство мужчины к женщине или женщины к мужчине, оно абсолютно естественное, то есть, оно есть или его нет. И его, как говорится, сколько ни объясняет, его не пробудишь. Если оно есть, то его можно, так сказать, разбудить, да, если его нет, то его не разбудишь. Примерно то же самое религиозное чувство. И сейчас у первобытного человека оно было, как реальность данное ему ощущение, и потом, за время Галута, мы это потеряли. А сейчас Равкук говорит, что возрождение нации невозможно без возвращения вот этого первичного религиозного чувства, которое есть, собственно, основа религии. Это знание знаний и ощущения ощущений, соединяющие духовное переживание человека, реальное и практическое с высшим духовным переживанием. Так или иначе, он говорит, это контакт с какой-то высшей энергией, так или иначе, это контакт с каким-то миром духовности и соединяет его жизнь с реальностью высшей жизни. Очень похоже, что Равкук говорит о том, что Юнг называет коллективным бессознательным. Он говорит, реально, так сказать, люди, имеющие выход в духовность, это люди, имеющие выход в коллективное бессознательное. И все время, пока человек остается на орбите своего индивидуального существования, на орбите своего маленького я, соответственно, он не имеет никакого выхода в духовность. И, соответственно, вся его религия, она, как говорится, его скорее ослабляет, чем укрепляет, которая выше всех границ и которая лишена всякой физической слабости. Это когда человек выходит в эту высокую духовность. Я хочу сказать, что мы читаем новости, очередной балаган, который происходит у хасидов, в которых там забрушились трибуны, два человека погибло и 182 человека раненых. И мы, конечно, крутим, так сказать, у виска и говорим сумасшедшие, первобытные, примитивные создания. Вот они, наверное, они там получают в этот выход духовности. Вот, наверное, так сказать, вот этот коллектив, он притягивает мощнейшую энергию, которую невозможно притянуть никаким другим образом. Для этой, так сказать, энергетики должен быть адмор, ребя, то есть какой-то проводник, медиум, и большая толпа хасидов. И вместе они притягивают эту мощную энергию. И поэтому человек, который это один раз испытал, он, так сказать, для него это есть настоящая жизнь. Я немножко слышал о том, что испытывают хасиды у ребя, что испытывали хасиды у ребя в свое время, пока ребя был жив. То есть ребя делал и тваду йод, ребя делал форбрэнгены, как-то сказать. Ну, сказать, что это застолье, фактически это был урок, который продолжался 5-6-7 часов. В чем-то толпа в несколько тысяч человек стояла все это время на ногах. Молодые, старые, всякие. И кто-то понимал, идешь, кто-то не понимал, идешь. Когда ты об этом слышишь, ты говоришь, а что, зачем? Платить такие деньги за билет, приезжать туда к ребе, стоять потом, так сказать, на ногах все это. Я слышал отрава Глуховского, он там был еще, так сказать, в молодости. Он говорит, когда-то после 7 часов выходил на улицу, мир просто не существовал. То есть, ребе соединял их с этой реальной духовностью, перед которой, которая выше всех границ, которая лишена всякой физической слабости. для проникновения в такую духовность нужен человек высокого уровня, ребер, праведник, адмор и много хасидов. И вместе они притягивают этот дух. Есть такая история Балшемтова. У Балшемтова была группа учеников, вообще все каббалистические группы, они, так сказать, состояли из какого-то такого духовного медиума и какой-то группы учеников. Иисус, конечно, не исключение. И Балшемтов не исключение. И как-то раз Балшемтов молился, дольше, чем обычно, наверное, это был каббалат-шаббат перед субботой, а ученики устали, разошлись по домам. Балшемтов тоже пошел домой. Потом на следующий день его спросили, а что, почему? Он им рассказал такую притчу, он говорит, что представь себе человек, который видит на дереве сидит какая-то очень красивая птица. И он хочет ее достать. Но, так сказать, дерево высокое, и он не может достать этого одиночка. Но что, он может встать на плечи других людей, а не станут на плечи других людей, а не станут на плечи других людей, и тогда, поднимаясь по этой лестнице, он может достать эту птицу. Поэтому, говорит, как бога, мы все молились вместе. Я, так сказать, на ваших плечах мог найти эту птицу, достать эту птицу, эту духовную реальность. Но как только вы ушли, лестница сломалась, и это все потеряло смысл. то есть, это вот реальность существования медиума, посредника, который, да, притягивает психическую энергию, как здесь Равкук говорит, который при этом очень уязвим, который при этом очень зависим от отношений в этой каббалистической группе, которые проходят мощнейшие энергии, это имеет массу опасностей. Дальше, так сказать, статья Равкук говорит об опасностях ситуации, когда вот такой духовный медиум не достиг еще, так сказать, чистоты веры. Это может быть очень опасно как для ученика, так и для учителя. Это может его свалить буквально в пропасть. И тем не менее, когда есть настоящий учитель, когда есть ученики, это притягивает ту энергию, благодаря которой человечество продолжает существовать. Это, собственно, завершение первого урока Равоширки. Единственная реальная психология на самом деле означает психологию индивидуума смешивается с течением ее потоков в общей психике. То есть, он говорит, что есть индивидуальная психическая энергия, которая смешивается с общей психической энергией, то есть, с коллективным бессознательным, бессознательным, посредством проводников, то есть, праведников, медиумов, героев духовности. Кто такие герои духовности, как мы сказали, такие люди, как Балшемто, такие люди, как Рэбе, такие люди, как Равкук. И благодаря этому энергия коллективного бессознательного притягивается в этот мир. До сих пор этот, так сказать, текст первого урока Равошерки. Давайте попробуем это немножко обсудить, ответить на вопросы и так далее. Пожалуйста. Микрофон вам, слушателям. Вопросы в чате уже. В чате есть вопросы? Сейчас посмотрю. Духовное воздействие передается посредством духовного воздействия. Духовность, откуда это понятие иудаизма, кто из мудрецов, во-первых, так сказать, Бен-Ноа Харьков, может быть там какая-то опечатка. Но это у вас в тексте было написано, довольно странно звучит. Есть только два способа передавать от учителя к ученику духовное воздействие. Один способ от учителя к ученику, второй способ духовное воздействие. Как можно духовное воздействие передавать через духовное воздействие? Не понимаю. Посмотрите. Давайте посмотрим, что там в оригинале говорится. Возможно, ошибки. Это в самом начале? Да, да, да. окей. Окей. Где оно духовное воздействие? Вот мы занимаемся вопросом, как духовное воздействие передается из поколения в поколение. Дальше вы рассказываете про первый способ. Передается с помощью урока от учителя к ученику. Второй путь духовное воздействие, которое передает духовное. Ну, вероятно, есть ошибка перевода. Посмотрели, так сказать, могу потом сравнить с оригинальным уроком Равокока. Еще раз говорю, есть психическое воздействие. Скажите, что это психическое воздействие. Хорошо? То есть есть учеба, есть психическое влияние, передача энергии. То есть обычные литовский путь, давайте назовем это, так сказать, учеба. Духовный или психический путь Равкук использует слово психический. Это, так сказать, непосредственная передача психической энергии от учителя к ученику. Еще вопрос. Вот я смотрю на любимых своих литовских равинов, начиная с Рава Ицхака Зильбера, Рава Шеркушнир, которого я довольно неплохо знаю, Рав Гитик, бывший литовский. Они все литовские равины, они все зубрят, они все учат. Я вижу счастливые лица, хорошие семьи, прекрасные люди, они действительно не оказывают никакого духовного влияния психического на своих учеников? Я думаю, что оказывают, почему нет? Это всегда в той или иной пропорции. Понятно, что также в хасидизме требуется учеба, понятно, что также у литовцев есть духовное воздействие, учителя серьезного уровня, они безусловно обладали очень серьезной психической энергией, в этом нет никаких вопросов. Вопрос, на чем акцентировалось внимание. В хасидизме внимание акцентируется на непосредственный контакт хасида и рэби, через который он, еще раз может приобщиться к той энергетике, к которой связан рэби. Есть такое, например, высказывание рэби Рашаба, которое говорит кому-то из своих хасидов, что если ты будешь мекушар связан со мной, то ты будешь мекушар связан с тем, с кем я связан. Окей? Что это означает? Рэби комментирует эту фразу и говорит, это означает, что я связан с Эйнсов и через то, что ты связан со мной, ты тоже будешь связан с Эйнсов. Кто придумал эту идею, где-то я читал об этом недавно, здесь я с ним вспомню, придумал эту идею Рабья Кива. Где Рабья Кива об этом говорит? Он говорит, это наработал в идее Хахамим. Когда написано любви Всевышнего Бога своего и там добавляется слово Эйнс, артикль, частица, и Рабья Кива не может пройти мимо этого слова и говорить, Эйнс означает мудроцит Торы. И сейчас где-то недавно я читал какой-то текст, тоже какой-то комментарий на Равкука, где говорится, что вот Равкук говорит, что для того, чтобы приобщиться к этой духовной энергетике, это через мудрецов Торы. А, так сказать, его оппоненты говорят, что нет, достаточно сидеть и учиться, и все, как говорится, будет хорошо. То есть еще он говорит, это своего рода спор. В известном смысле это, можно сказать, что к этому сводится спор хасидов и литваков? Может быть. Хасидов, так сказать, сегодня, конечно, вязаные экипы, они очень удаляются от этого имиджа, так сказать, духовного воздействия, это кажется им страшным. С другой стороны, литовский удоизм современный, так сказать, его отношение к дойлям, это абсолютно хасидское отношение к дойлям, к мудрецам, да, поколения. Так, мне кажется, есть две системы, так сказать, каждый из них есть свой плюс, каждый из них есть свой минус и, так сказать, лучше всего, когда между ними есть какое-то равновесие, так я понимаю. Окей? Скажите, пожалуйста, а вот эта святость, вот эта приобщенность, она что, передается по наследству? Нет. А почему мы видим, что каждый сын рэбе, он опять рэбе? Не каждый. Не каждый. Ну, почти каждый. Ну, смотрите, я, например, могу вам сказать, вот у кречневских хасидов, да, был рэбе, у него было трое или четверо сыновей. Все они сейчас рабоним, у каждого там кила 20 человек, там 15 человек. Вот, потом, понимаете, это, я не знаю, я прошу ногами не бить, но вы знаете, дети того, что сейчас происходит, вот эти рабоним, которые приводят к такому количеству жертв, которые настолько не заботятся о своей Киэле, когда сначала было вот это страшное поведение хасидов во время пандемии, когда умирали, сотнями умирали в Киэлот, и рабоним говорили, нет, идти учиться, когда на Мироне, это же страшно, вот это вот, вы называете это духовностью, но это же страшно, вот это, транс вот этот вот, когда люди теряют человеческий облик, когда они ломятся, ну, я просто знаю эту семью, умер Раф, тоже хасидный, и от святости, от большой люди начали ломиться двое человек, задавили двух человек насмерть, и я не знаю, это, понимаете, или вот, например, у меня есть соседка, учительница, 65 лет, женщине, она всю жизнь учила вот этих хасидных мальчиков математики, она приехала, она была вот в это время на горе Мирон, и когда, ну, там, чудом люди спаслись, те, кто спаслись, и подали автобусы, и начали садиться в автобусы, вот эти хасиды, они же не просто так задавили 45 человек, они же ломятся, они подали автобусы, она три часа стояла, женщина, 65 лет, учительница, три часа стояла, одно чмо не дало ей, одно чмо не сказала, остановитесь, дайте зайти пожилой женщине, я не знаю, я выросла в советской школе, у нас такого не было, если это духовность, вы меня извините, я вот, теперь можете говорить, бить ногами. ну, давайте начнем по порядку, вы говорите про Кречнев, вы за поводом? Кречнев это, просто Кречнев я знаю очень хорошо. Я просто жил в Раховате одно время, и общался с Раховским одно время очень много, и как-то он сказал, что прошлый кречневский рэбе был действительно большой человек, вот я помню его эту фразу, вывод, как говорится, можете делать сами. На самом деле, вся тема этой статьи Рава Кука и многих других его статьй, то есть еще речь идет о том, мы имеем дело с высокими энергиями, это понятно. Теперь, когда есть высокие энергии, то есть очень много опасностей. Вся тематика Рава Кука, это как иметь дело с этими энергиями, чтобы эта энергия не раздавила прежде всего тебя. Это первое. тематика, которая есть в Торе, если мы можем вспомнить двух сыновей Аарона, которые тоже притянули на себя, привлекли на себя очень высокую энергию, и в результате они умерли. Это как, если хотите, автипус, это исходное построение того, что сама Тора предупреждает, что когда ты входишь в святая святых, если ты не абсолютно чист, то ты умираешь. Если вы помните это место, там есть несколько объяснений, что они вошли пьяными в святая святых, помните, да, что они учили Аллаху перед своими учителями, что они не были женаты, и так далее, и так далее. Все это говорит о том, что в их духовности была какая-то грязь, и когда они поднялись до высшего напряжения, когда они притянули эту энергию, эта энергия их сожгла. Это не то, что в Торе написано, что они принесли себя в жертву. Не надо из этого делать. В Торе этого не написано. Они сгорели, не принесли себя в жертву. Они принесли себя в жертву. Там написано Бекорватам, то есть по приближении их они умерли, они приносили жертву. Просто вот эта фраза Бекорватам, она немножко звучит двусмысленно. Ну, это один из способов толкования, когда Бекорватам вы можете так прочитать, и можете по-другому прочитать. Я считаю, что иудаизм говорит, опять же, возвращаясь к этим хасидам, для чего они туда идут, потому что они там чувствуют такую энергию, которую, так сказать, невозможно почувствовать нигде больше. Что происходит дальше, эта энергия вполне может испепелить человека. куда? Как нужно остановить это? Послушайте, это же во вред еврейскому народу. Это же страшное дело. Это же, во-первых, моральная деградация, когда люди ничего не думают. Они как бараны, как стадо баранов ломятся на святость. Это нужно остановить, когда люди ломятся к огню. и это вызывает смерть. Так нужно остановить. Мы же не даем детям приближаться к огню. Как вы предлагаете это остановить? Я предлагаю запретить это. Я предлагаю это запретить, потому что это в своей основе антиеврейский подход, потому что Гаон Мивильна с самого начала сказал, что когда будет вот этот Рэб сидеть на энергиях, то он себя объявит Машиахом. И мы видим, что это случилось. И так и происходит в принципе в каждом Хасидуте они себя объявляют Машиахами или возле того. И если вы вспомните Альтер Рэб он поддерживал царя с погромами из чертой оседлости против Наполеона, который хотел дать евреям гражданские права и который хотел их заселить в землю Израиля и он поддерживал вот эту нищету погромы и черту оседлости то есть все что происходит вот это вот все оно ведет к тому чтобы евреям было плохо и это не есть тара потому что в таре написано что это дерево жизни и что всякий будет который за него держится будет ему хорошо поэтому когда вот это вот когда умирают 45 человек от трансов на могиле вы подумайте это же танцы пляски на могиле это же катастрофа или вот это когда едут в Умань это же просто тихий ужас пусть бы они почитали сколько еврейской крови там вылета там где они пляж Ирина может быть вы и правы конечно но мне кажется мы очень сильно отклонились в сторону от нашей основной темы можно по теме все-таки попробую что-то ответить еще раз говорю все все о чем здесь говорит Раф Кук в продолжении этой статьи он говорит о той опасности о которой вы говорите он говорит в точности об этом он говорит что есть единственное что он говорит что есть две опасности есть опасность когда идет чисто интеллектуальное постижение и тогда в этом иудаизме просто нет жизни вместо этого есть куча хумрода есть другая опасность когда человек идет по так сказать чисто психическому пути то есть фактически он становится наркоманом алкоголиком и так далее и то и то опасно какая опасность больше не знаю так сказать Раф Кук говорит это равновесие я это говорю я это называю равновесие равновесие между верой и разумом можно придумать какие-то другие так сказать определения то есть все что хочет Раф Кук это как раз сохранить эту энергию но привести ее в равновесие с разумом человека с современным миром с возрождением Израиля и так далее и так далее можете небольшое замечание все-таки вы немножко сделали Раф Кук таким хасистским Рэбом с фарт-блингерами с такой нагнетанием энергии все он в общем-то его путь немного все-таки был другой он очень сильное влияние когда он начали свои книги сумел передать вот это этот свет через через свои специфические свое специфическое учение которое содержит вместе как бы и философию и тару и песни такой поэтический поэтический язык каким-то образом он ухитряется это вот ухитряется передавать человеку который настроен на эту волну без публичных таких огромных ну то что не нравится например ну смотрите ну я не возражаю есть разные пути хасистские Рэбом они как бы такой способ выбирают передачи этого цвета я не знаю к сожалению слово энергия мне здесь как бы не подходит но уравнен у него немножко другое путь хотя он говорит о тех же если говорить об основных понятиях конечно он говорит о том же самом окей смотрите я поскольку я пришел с Хабада в Равкука то естественно я пытаюсь прочитать это как это по-хабадски это как бы естественно я последние несколько месяцев нашел очень интересное исследование на эту тему первое исследование это Йоэл Бин Нун который пишет Макор Кафур по-моему называется его книга есть исследование Смадар Шерло которая книга называется Цадики Содолам где она совершенно четко доказывает с цитатами со всеми что для своих близких учеников для своего близкого круга он был Адмор не на 100% а на 200% мало того что он был Адмор он еще был каббалист и там приводится переписка Равхарлопа с Равкуком когда он был в Европе и так далее это не совсем то я согласна но это не совсем та картина которая они умели держать это они умели чтобы это не выходило из узкого круга ближайших учеников да потому что он с одной стороны Равхук говорит что вся энергия притягивается через фактически Равхук говорит о восстановлении пророчества то есть мечта Равхука была восстановить пророчество я вот буквально сегодня слушал переводил урок Рава Шерки по Ротакодеш он там рассказывает как они встретились Равназир как он встретил Равхука он говорит Равназир был великий Гаон который учился у Хофцхайма из Радина он был Гаон он учился у Хофцхайма его идея была тоже восстановление пророчества и похоже что на этой почве они с Равхуком спелись они мыслили восстановлением пророчества и в этом они видели возрождение иудаизма но вы безусловно знаете цитаты из Равхука где он говорит что в Ротакодеш произойдет восстановление пророчества это в общем-то то духовное место куда он стремился поскольку поскольку те годы когда он был в Ротакодеш было совершенно невозможно говорить в этих терминах и поскольку он хотел наладить диалог с современным светским обществом такими людьми как Бреннер и так далее и так далее который весьма уважал он прекрасно понимал что в тот момент что он начнет говорить на языке мистики он станет нерелевантным поэтому вся мистика оставалась в очень узком кругу а наружу подавались статьи типа вот этой статьи которую мы сейчас учим где он пытается объяснить современным почти научным языком что такое религиозное переживание а сейчас другая ситуация сегодня у нас нью-эйдж сегодня у нас постмодерн и поэтому сейчас вот этот мистический язык Равкука очень востребован и сказал как для меня он очень интересен и поэтому я занимаюсь этим вопросом еще раз говорю там есть высокая энергия там есть масса опасностей что происходит в Хабаде ну я как человек который пришел из Хабада и в общем-то оставишь Хабаде в каком-то смысле я очень хорошо вижу какие опасности в этом есть как человек который провел 10 лет урава Генсбурга еще раз говорю я вижу как эта энергия учителя может стереть личность ученика это страшно это опасно а кто сказал что что Смоль вот этот сегодняшний левый Израиль они более опасны или они менее опасны чем вот этот религиозный фанатизм не знаю и те опасны и другие опасны когда одна из сторон перевешивают то происходит нарушение равновесия а что светские евреи которые просто дружно или ассимилируются или просто выбывают из игры как еще это очень некорректное сравнение потому что люди ассимилируются потому что у них не остается торы потому что если те кто не могут принять вот такую тору что вот это тора когда люди себя когда какой-то ребе пятый сын у восемнадцатого ребе себя объявляет ребе и объявляет себя гласителем торы то не все могут это принять и когда люди вынуждены оставлять тору вот это вот моя главная идея мы теряем вот в этом болоте мы теряем тору понимаете потому что и когда получается то что получается получается то что у нас задают вопросы а что вот такая война что бы сделать давайте откроем тору давайте тору почитаем давайте не будем читать талмуд или слушать восемнадцатого сына пятнадцатого ребе а откроем тору понимаете а что там он там сделал это как бы вообще основа нашей соблюдения а на руку тоже не будем все выкинем только оставим тору ну смотрите я не знаю но 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 по крайней мере то всякие объяснения которые противоречат торе однозначно должны быть выключены если это прямое противоречие то да да я тоже пыталась учить талмуд и я это оставила это невозможно во-первых это невозможно с точки зрения женщины потому что женщине которая там существует я просто не могу это выносить понимаете когда едят мужчины и принимают решение о том какой длины должна быть у меня юбка извините талмуд я вас уверяю чуть-чуть сконцентруемся можно по теме и давайте не будем отклоняться от темы давайте я попробую ответить ну во-первых то что вы говорите об этом уже говорил Доргичевский об этом уже говорит Ахадам и так далее об этом уже говорит Бреннер то есть это тема абсолютно не новая я кстати с большим удовольствием читаю произведения вышеупомянутых авторов и у них действительно есть переживания за судьбу еврейского народа еще раз изначально хасидизм не был устроен таким образом что это передается по наследству Баал Шемтов начнем с Баал Шемтова да окей кто наследовал Баал Шемтова Магет Магет он был сыном нет кто наследовал Магида Альтер Эбе нет у него было 60 учеников и каждый из них получил свой какой-то дальше второе третье и дальше поколение это все начало застывать как любая вещь которая как говорится в начале это был какой-то новый свет это была какая-то новая жизнь а потом это яцерара оно всегда догоняет новое явление тоже и превращается то что превращается безусловно большинство сегодняшних ребес наверное они очень далеки от духовного уровня основателей своих династий что они говорят в свое оправдание я думаю что они говорят в свое оправдание есть такая хасидская майса что так сказать я не могу сделать чудо но я могу рассказать историю они говорят о том что мы должны каким-то образом продолжать эту традицию по крайней мере то что я слышу о Траве Гинзбурге он ни в коем случае не сравнивает вровень с Рэбби но люди должны увидеть хоть какое-то подобие религиозности есть этому место есть у этого проблема но если уже мы говорим о Торе только я хочу добавить еще одно основа основ Торы это то что есть несколько мнений и что человек может сказать по моему мнению так и так но в тот момент что он говорит мое мнение единственное правильное то Бэтмедраж нужно закрывать поэтому я слышу ваше мнение я во многом с ним согласен но еще раз говорю есть другие мнения и это нормально и это есть суть иудаизма возвращаться к пророческим временам опять же с одной стороны это то что хочет вернуться к энергетике пророков это на самом деле то что хотел светский сионизм тоже в светском сионизме есть очень много идей возвращения к морали пророков это то что хотел такой человек как Гешель и так далее с другой стороны я хочу сказать нечто что я слышал от Руицхока Гинзбурга моего учителя он говорит что они должны создать новый иудаизм для того чтобы создать новый иудаизм как минимум мы должны знать что написано как минимум мы должны наименьше бояться Талмуда или каких-то других текстов но у Балычу как ни странно есть ответственность за то как будет выглядеть иудаизм в следующем поколении это та версия которая у нас есть у нас есть другая версия нету мы можем выбросить все и тогда через два поколения все перестанет существовать или мы можем остаться внутри с твердым сознанием того что есть какие-то вещи которые неправильно и потихонечку потихонечку когда зажигают свет то собираются те кто хочет свет есть проблемы да да пожалуйста Дмитрий извините можно я вернусь к тому вопросу который я уже задала в чате духовность откуда это понятие в иудаизме и кто из мудрецов его обсуждал и вот в этом тексте который вы соответственно переводили каким словом это обезначается если это есть конечно какой скажем так в каких текстах Равкук использует здесь слово психи он использует постоянно психическая энергия почему он не использует нефиш а использует именно психи хороший вопрос он говорит про психическую энергию может быть это подчеркивает именно то что идет речь идет о какой-то энергетике которую он безусловно чувствует которую он пытается привлечь и которую он очень очень боится с другой стороны есть масса цитат из Равкука которые действительно предупреждают об опасности слишком близко быть к праведнику есть совершенно замечательный отрывок который говорит что когда человек приближается к одному только праведнику то так сказать маленький недостаток у праведника может стать большим недостатком у хасида а что же делать говорит Равкук надо быть вместе с Клавой Сеон недалеко от нас он был человеком очень левых взглядов вообще человеком очень широких взглядов он пережил катастрофу удивительная личность на самом деле и одна из вещей о которой он говорил он говорит я готов взять себе в ешиву любого преподавателя кроме трех кто эти три Хабадник Бресловский и Мерказарав когда у него спросили почему он говорит потому что эти три типа людей думают что вся Тора находится у них в кармане то есть основа основ Торы что мы хотим получить Тору от всех учителей от всех ботемидраж от всех направлений иудаизма еще раз говорю Равкука полно таких цитат которые говорят что надо учить всю Тору они ограничиваются только чем-то одним и тогда человек получит действительно адекватную картину того что такое иудаизм как бы как для себя так и для людей с которыми он находится в контакте это понятие психи это как бы это понятие его веденные Равн Кук да ну еще раз говорю эта статья скорее всего предназначалась для публикации в каких-то очень внешних источниках какие надо можно посмотреть там статьи где она была опубликована и поэтому он использует понятия максимально близкие языку поколения с которым он пытается говорить можно задать вопрос по теме по теме урока не про Гару Мирон сегодня вы хорошо написали в самом начале и продолжили что изучать законы как литваки учителя ученику это опасно опасно хорошо опасно психическое воздействие от учителя к ученику опасно хорошо опасно а если я вспоминаю в Талмуде несколько историй как минимум две про мясника нас наса помните у которого не было рэбэ помните да хорошо тогда другой который точно знаете мальчик умер клинической смертью потом вернулся пришел Рава и говорит ну что рассказывай где ты там был он говорит рэбэ вы не поверите перевернутый мир ну и где я ну там величайший мудрец Торы ну а вы на месте 64 ряд 64 а кто на первом месте на первом не помню на втором мясник то есть человеку он не учил Тору он читать не умел у него не было рэбэ ниоткуда было психическое воздействие получать он всего-навсего своего папу и маму кормил и мыл каждый день и получается в будущем мире он сидел в первом ряду круче чем любой из праведников может быть это какой-то третий путь как вот в этой системе которую мне рассказали где этот человек я думаю что это очень хорошая история которая иллюстрирует идею того что называется Тева Еврейская природа то есть в конечном счете задача Рава Кука пробудить еврейскую природу то есть человек религиозность которая была чисто природной да этот человек будет сидеть в первом ряду но для тех у кого нет этой природной религиозности у них есть вопрос как как к ней прийти Балшенто тоже посылал своих учеников учиться таким вещам как вера как моральное качество он посылал их простым людям это та же самая идея то есть у простых людей есть нечто чего нет у людей которые учат Тору а именно вот это природная духовность другое дело что эта природная духовность очень не очищена природная духовность очень скована у него это есть но он абсолютно не понимает что это и что с этим делать но с одной с другой стороны природная духовность она есть самая большая ценность Поэтому хороший пример. Тут в чате очень хороший вопрос от Григория. Так, излишняя доброта. Это влияние других религий? Да. Сейчас говорю, у Рава Кука очень много про влияние христианства на иудаизм. И, так сказать, в частности, вот эта фальшивая мораль, которая, так сказать, говорит, что надо жалеть бедных и жалеть, как говорится, грешников и так далее. Он говорит, что это пришлось христианство. Но на самом деле у нас есть, так сказать, еврейский пример. У нас есть царь Саул, который велся абсолютно таким же образом. То есть мы в иудаизме тоже это все находим. Он тоже сказал, что Агак, давайте его пожалеем. И это, как это, Скотт, давайте его пожалеем. Это классика, то есть оно существует. Но, так сказать, с другой стороны, исторически Рав Кук говорит, что это влияние христианства на ашкиновский иудаизм. Но я считаю, что современные левые, они фактически исповедуют ту же самую христианскую религию, только светскую, больше ничего. Никто не виноват. Это, как говорится, путь развития, который сегодня представляет самую большую угрозу современной цивилизации. Как в Америке, так и в Европе, так, в общем-то, и в Израиле. Тогда вопрос, вот это влияние христианства на современный иудаизм. Рав Кук его как оценивал? Как положительный или как то, от чего нужно избавиться? Он рассматривает это как самую большую проблему. Потому что, еще раз говорю, это ложная мораль. Потому что, так сказать, настоящая мораль, она не ставит всех на одну ногу. Настоящая мораль, это мораль, когда хесед и гвура, суд и милость должны находиться в определенном равновесии. Когда есть суд, неуравновешенный милостью, или когда есть милость, неуравновешенная судом, это разрушает мир. И, как я уже сказал, проблема христианства – это десятая точка после запятой. То есть, в принципе, все хорошие идеи, но в какой-то системе это не срабатывает, и тогда у нас все начинает рушиться. Интересно, что 500 лет назад, когда протестанты, 300 лет назад, когда протестанты создавали Америку, все было нормально. Почему это произошло сейчас? Возможно, что у них тогда была настоящая вера, настоящий контакт действительно с какими-то духовными, как сказать, магарим, духовными энергиями. И когда у человека есть контакт с духовными энергиями, тогда это все, как говорится, нормализует его, так сказать, логические представления. А сегодняшние левые, которые говорят жалеть арабов и так далее, это же не идет из души, это идет из мозгов. А, так сказать, мозги не чувствуют этой границы. То есть, если бы у них был Бог, кто-то из левых, кто-то написал, что у Бен-Гуриона был Бог. У левых, так сказать, 70 лет назад был Бог. То есть, у них была эта энергетика. Они это объясняли, может, как-то иначе, но у них была эта энергетика, и она приводила их в равновесие. Проблема сегодняшняя, что это чисто идет из мозгов. Они говорят, арабов надо жалеть. Но, так сказать, душа об этом ничего не знает, выражаясь словами Рава Кука. Понимаете? Ицхак, но если Рав Кук отрицательно относился к христианству, то почему 70 с лишним лет его книги боялись публиковать? И вот только недавно, по-моему, как раз потому, что он неплохо относился к христианству и боялись, печатать боялись. Вы помните, они только совсем недавно, наконец, опубликовали его книги. Это не совсем так. Еще раз говорю, полная версия была опубликована совсем недавно. Но, так сказать, уже давно опубликованных книг достаточно, так сказать, высказываний в смысле христианства. И в книге Урод это есть, и, так сказать, и в книге Эдера Айкара это есть, и так далее, и так далее. Если хотите, я вам пришлю несколько лингов, то, что я переводил даже. То есть это все классические книги. Нет, еще раз говорю, это не было вражда к христианству. Он просто пытался понять, почему, так сказать, тот ашхенадский иудаизм, который он наблюдает, почему он настолько лишен сил, почему он настолько погружен в чувство вины, почему он поступал, так сказать, почему в нем нету жизни, почему в нем нет энергии. И он сказал, что это в известном смысле воздействия христианства. Дима, по-моему, ты ошибаешься. То, что они публиковали все шмоноклации в свое время, это по другим причинам совершенно не связано. Ну, не хам. Недавно Пинхас выложил в Фейсбуке 3-4 года. Ну, Пинхас может все, что угодно сказать. Кандал начался большой. Ну, помните, да, где он сказал... Я нет, я нет, я его не читаю, вы знаете. Ну, так надо прочитать. Ну, я знаю, что он все время прибирает, но не надо на него полагаться. Это я его много лет знаю. Пинхас, ну, тут несерьезно. Я лично своими глазами видел текст Равакука, где он говорит, что христианство в наше время является неплохим инструментом. Ну, и Рамбон Брай это писал в свое время. Тут ничего такого, никакой к сирене нет. Это он не осуждает. Даже эта статья начинается с фразы, что, так сказать, Равшеркий говорит, что из-за того, что он позитивно говорит про Иисуса, из-за этого на него очень сильно наехали за эту статью. Что? Ну, что? Ну, там она тоже была, да. Так что, нет, я просто не возражаю. Этот компонент тоже есть. Но то, что они публиковали Равакука так, как он это писал, потому что по другим причинам. Потому что там есть многие вещи, которые его ученики боялись, что если опубликовать, то народ еще не зазрел и поймет неверно. Может быть, это как-то согласуется с тем, что Рав говорил про энергетику, что она может быть опасна. Да, да, да. Но сегодня еще раз есть исследование. Вышло вот это четырехтомное, так сказать, Каббала Тария, Каббала Равакука, тоже, так сказать, монументальный труд. И так далее. То есть, на мой взгляд, это то прочтение, которое сегодня актуально для поколения. Потому что мы чувствуем недостаток этой энергии. Вот почему человек идет в хасидизм, да, почему я пришел в Хаббат, да. Я же тоже, я начинал вообще его петь в Полонского в 82-м году, в 83-м году, так сказать. Он мой, как говорится, первый учитель, который меня учил в Хумушраши. Почему я оттуда ушел, попал, ну, к нему не было отношения как к рэбе. Вот. И почему я ушел в Харадимную кампанию? Потому что, наверное, не было там той энергетики, которая у меня ассоциировалась с иудаизмом. Потом из Харадимной кампании я, так сказать, пошел в Хаббатскую кампанию. Потом из Хаббатской кампании я пошел, так сказать, к Раву Гинсбургу. Там уже, так сказать, там уже настоящая энергетика. А потом ты вдруг начинаешь понимать, что все немножко похоже на алкогольное опьянение. И что когда это чуть-чуть, так это прекрасно. А когда это слишком много, это стирает человека. И тогда вот я, так сказать, начал искать Хаббат Кука. Первая статья, которую я прочитал, это была Мамара Дор, «Поколение». Я прочитал и сказал, удивительно, как Равкук написал сто лет назад то, что я сейчас чувствую. Потому что было ощущение, что, сделав Чуву, мы не только не продвинулись вперед, а мы, так сказать, ушли назад. То есть мы начали повторять ошибки того поколения, которое отошло от Торы, вместо Порошева пойти вперед. Но это занимает время, это берет 30 лет иногда больше. Так вот. Исак, я же у тебя, по-моему, слышал месяца два назад, сказал на уроке, что Равкук написал в автобиографии в конце своей жизни, что, возможно, все, что я вам научил, может быть, это... Это что, у меня, что ли? Не может такое быть. Может быть, это все, я ошибаюсь. Да. Да, сам читал. Это книга, которая называется «Малахинки бне Адам». И я в свое время говорил о том, что если есть что-то, что меня убедило в правоте Равкук, то эти слова. А что, Рабун Йоханнен бен Закай не сказал перед своей смертью то же самое? Это класс. И Рава Миталь сказал перед смертью. И Маймони тоже сомневался. И Рамхаль не знал, что его 40 книг сожгли. То есть все настоящие мудрецы, они в конце жизни сомневались. Есть чуть-чуть сомнения, это к душам. И буквально сегодня у нас с утра был урок по Карлибаху. Рава Карлибаху у нас будет такой небольшой ежедневный утренний утренний разминка в стиле Миши Цина. По Карлибаху. И он как раз начинает с того, у него есть книжка, которая называется «Петху, Шаре, Алев». Начинает с того, что я не знаю. Интересно, говорит. Начинает с того, что я не знаю. Почему? Потому что если я знаю, то Бог мне вообще не нужен. Да, пожалуйста. Кто-то что-то хочет спросить, сказать? Да, хотел сказать, что мне лично очень понравилось. Тем более, что это как связано с личными переживаниями, с твоими поисками. Единственное, что мой как бы истыгует, мое отстранение, мне кажется, что вот мешание в кучу, он во всяком случае, как бы, не знаю, чисто еврейских тем, хасидизма, мяснагдема, а с другой стороны, вот это вот левый, Израиль. Особенно для людей, которые, как я понимаю, большинство, которые участвующих, они не в, ну, больше, наверное, все-таки части участвующих. Они совершенно не понимают израильской действительности. Мне кажется, что оно неправильно. То есть сейчас неправильно открывать вот как бы дьюн на эту тему, правильно? Но вообще, что такое левый, что такое левый во всем мире, там, неомарксизм, что такое левый вообще в Израиле? Ну, знаешь, сводить все это как бы к крестьянской жалости, ссори, но это, в общем, как бы, ну, может быть, для того, чтобы какие-то аргументы подтвердить твои, это да, но с точки зрения израильской действительности, это, в общем, совершенно далеко. Мое мнение. Окей. Я бы не стал туда идти. Смотри, вообще, слово левый, правый, совершеннейшим Израилем, особенно, когда правый находится у власти, уже знаешь, сколько лет, сколько больше, 15 лет, что такое левый, какие у них как бы эти. Есть мунах, называется хевраклолит. Мне он больше нравится. То есть хевраклолит – это общество, которое имеет ответственность за проживающих здесь. Ребята, которые бегают между кострами и давят друг друга, они никакой ответственности не имеют. Поэтому сравнивать их бессмысленно. Какие у них там энергии бегают между кострами, я не знаю. Я там не был. Окей? Окей. Мое авторское прочтение, которое я, как говорится, никому не навязываю. Ну, кстати, это путь Рава Кука, который, так сказать, в светских сионистах видел какие-то духовные энергии, который считал, так сказать, их в известном смысле стоящими выше, чем, так сказать, религиозные евреи и так далее, так далее. Так что… Что значит энергия? Смотри, я дико извиняюсь, я со своими детьми тут уже обсуждал. Ты понимаешь? Ле Авдиль, я не знаю, Ле Авдиль или не Ле Авдиль. Масибод Транс там тоже ходит вообще энергии, понимаешь? Но только они организовывают все-таки более, как бы, порядливые. Правильно? Там тоже вообще дикие энергии ходят. Опять Ле Авдиль, Альфей, Авдалот, но, наверное, на языческих каких-то опрядах тоже были дикие энергии. Я не знаю, какие энергии. Когда люди в ритм одинаковый прыгают на трибунах, наверное, тоже как бы кайфуют. Мы на футбольных матчах кайфуем, ну и что. Ну, хорошо, как раз именно на эту тему. И мы учим эту статью, где речь идет про энергомон. Есть языческая энергия, есть энергия монотеизма, и они очень близки друг к другу. И поэтому различать их совсем непросто. В известном смысле, когда, если же мы так начинаем называть, в известном смысле, когда Хасид настолько устраняется перед Рэби, что его буквально можно стереть, это язычество. А я могу так сказать. Да, это язычество, это Абудазара в известном смысле, в тонком смысле, конечно. Не дай бог, не говорим буквально. Но это известный смысл Абудазара. Да? Потому что иудаизм – это тонкое равновесие. Это тонкое равновесие между индивидуальностью. То, о чем говорит тот же Раф Соловейчик. Да, это тонкое равновесие между индивидуальностью и коллективом. Ну, я здесь как бы основываюсь больше на комментариях Равашерки, который считает, что коллектив – это важнее, чем индивидуальность. Но, опять же, в этом смысле он Хасид. Ну, что, заканчиваем? Ну, хорошо, господа, если больше как бы вопросов, предложений нету, ну, наверное, мы как бы заканчиваем на этом, правильно? Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да, всем счастливо. До свидания. Суровно.